Вы знаете, посмотрела список строительства тюрем новых по России. Вот возмущаются жители Улан-Удэ, где будет построена новая супертюрьма, жители Калужской области, там многодетные семьи объединились, чтобы дать отпор строительству новой тюрьмы как раз вот в месте, где им дали 10 лет назад участки. И ни инфраструктуры, ничего нет, а вот тюрьма появится. Вот типа на это у них деньги есть. В 39 регионах появятся эти новые супертюрьмы, но дело в том, что в основном они появятся на оккупированных территориях, прежде всего там. Прежде всего там появятся две, как я понимаю, супертюрьмы, и очень много просто новых тюрем, колоний и так далее. Там больше триллиона рублей на это выделено. Вот на это деньги есть, да, вполне есть деньги. А сами понимаете, вот такие большие супертюрьмы, они пустовать-то не будут. И мне очень нравится подход красноярский омбудсмен, забыл его фамилию, но неважно. В общем, какая разница, поскольку в оригинальных правительствах ярких личностей не очень много. Там в Красноярском крае закрывают две большие зоны, ну потому что все ушли на фронт. И красноярский омбудсмен очень переживает, по этому поводу горюет и говорит, ну зачем же закрывать-то, может просто законсервировать, потому что, ну, кончится война, вернутся люди с фронта, куда же их девать-то? А, а, ну, в общем, я об этом тоже и раньше догадывалась. Хорошо бы еще, конечно, чтобы об этом догадались все остальные. Ну, это вот российский омбудсмен в Красноярске говорит. Ну, и я ему верю как себе. Супертюрьмы планируется строить в том числе и на оккупированных территориях. Тоже вроде как важный штрих, потому что получается, что поближе вот ко всем этим. Там же постоянно украинская сторона говорит о том, что в тюрьмах организуются застенки. Насколько велика опасность того, что и в супертюрьмах тоже будут какие-то, видимо, супер-застенки, как вы считаете? Ну, вообще супертюрьмы – это очень опасная затея для России. Вообще вот такие вот большие-большие тюрьмы, где сочетаются разные виды доказаний, это такой, в общем, американский вариант. Это свистнуто из Америки. И на самом деле просто в Америке одна из худших пенсионных систем в мире, которая смягчается тем обстоятельствам, что там есть справедливые суды. И в принципе, если ты невиновный и тебя судили как следует, это можно доказать. Есть специальная программа «Иносенс», она такая вполне себе… «Иносенс-невиновность» – она такая вполне благотворительная. То есть это тысячи адвокатов во всей стране участвуют совершенно безвозмездно. Это про Бона. И плюс ко всему эта программа рассчитана на то, что с каждым годом появляются новые технические разнообразные средства для доказывания невиновности. Например, классический случай. Человек был обьен в убийстве, сидит, на нем была желтая футболка, и на ней кровь жертвы. И, понимаете, никто еще вещдок не выбросил за 20 лет, в отличие от России, где вещдоки уплывают сразу. И сейчас, когда можно уже взять образец ДНК, стало понятно, что именно осужденный человек никогда эту футболку не носил. Это там ни его пот, ни его ДНК. И он сейчас свободен. Но для этого, чтобы технологии так продвинулись вперед. А это не имеет отношения уже непосредственного к тюремной системе. Суд, собственно, направляет человека в тюрьму и может его оттуда вынуть. А здесь у нас безнадега.ру. Поэтому и суд тебя не защитит ни от условий содержания, ни от пыток, ни от поборов, ни от чего. А супертюрьмы там вообще будет все это непрозрачно. И сейчас-то непрозрачно. И сейчас непрозрачно, но есть хотя бы какой-то... В колониях есть кусок голубого неба, свежего воздуха, зеленой травки и так далее. А здесь ничего этого не будет. И представьте себе, вот если такая супертюрьма будет построена в Калуге, как вы думаете? И там же будет СИЗО. Куда переедут московские СИЗО? Московские СИЗО переедут в Калугу. А теперь представьте себе, вот наш коллега, журналист Вася Поклонский, навещает свою маму, которая недавно была арестована, журналистку Данике Оркову. А он поедет в Калугу, в Калужскую область. Причем-то не просто в Калуге, в центре. Это еще от Калуги пилить и пилить. О передаче, о свидании. Тюрьма занимает вообще все время отпущенное человеку. Если серьезно заниматься, то это все время. Еще тут к этому добавляется Калуга. Одно дело, ты в Печатнике съездил, в метро Текстильщики, или в Бутырку, метро Новослободской, или в Матросскую тишину, тоже в центре. А другое дело ехать в Калугу. Что касается строительства тюрем на новых территориях, это очень любопытный вопрос. Они будут построены везде, везде колонии, везде тюрьма. То есть на это деньги, конечно, находятся. На это, разумеется, да. Это же не аварийный дом в Печоре и не ровенький, а это другое, это тюрьма. Собственно, почему? Потому что сейчас это, конечно, самый большой дефицит, тюремные места на оккупированных территориях, потому что в СИЗО сидят украинские партизаны. Ну, в любом случае люди, которые как-то сопротивляются. Колонии заполнены военнопленными. А на фронтах кто? На фронтах зыки. 170 тысяч человек вообще было набрано из мест лишения свободной. Они, конечно, сейчас не все там. Кто-то убит, кто-то на воле, кто-то по третьему разу уже пошел. Поэтому как их считать, не очень понятно. Правозащитники регулярно высказывались, да не только правозащитники, по-моему, и работники силовых ведомств некоторые говорили о том, что суды слишком часто назначают меру пресечения, связанную с лишением свободы. Давайте придумывать что-то другое, потому что у нас следственные изоляторы переполнены. Ну вот придумали, но не что-то другое, а вот то самое. Такая логика? Да, сбыла святковая мечта правозащитника. Тюрьму опустили. Но они опустили, потому что все ушли на фронт. И я напомню, что поправки в уголовный кодекс, уголовно-профессиональный кодекс, это поправки уже в кодексах. Это уже там, что любого человека, который еще подозревается в совершении преступления, тут же может взорваться на войну, не будет ничего. Ни уголовного дела не будет, ни суда не будет, ни следствия не будет, ничего. И опять же, как считать, вот мне, как считать таких людей? Я никак не решила вопрос, как считать того, который три раза уже побывал на войне, как одного или как троих. А как считать тех, кто не доехал еще до следствия до суда, доехал только в наручниках, в следственный изолятор, и все, и все, хочу на войну, пожалуйста, 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 будьте любезны. Никто не говорит о правах потерпевших. Ну, недаром же в русском языке и слово терпил. Но вполне уничижительно. Сам виноват. Короткую юбку зачем надел? Я разговариваю с калужскими многодетными семьями, они говорят, слушайте, вот там давали участки, как многодетным семьям, 10 лет назад. Обещали построить дороги, обещали там провести газ, обещали сделать инфраструктуру. Ничего не сделали. А теперь строят суперколонии и говорят, а вот сейчас все будет. Ну, я их понимаю. Опять же, вот, жители Улан-Удэль не протестовали, протестовали, и надо сказать, что протест был успешным, и тюрьму перенесли. Но из одного района Улан-Удэль в другой. Теперь другой протестует. А дальше по-путински будет. Ах, протестуете? Ничего вам вообще, да, еще будет тут три тюрьмы. Я думаю, так в Калуге будет.